Добрый вечер! С вами Дмитрий Кисельев. Главное – ответ на вопрос, что движет этим человеком. Без бутылки не разберешься. Реальный эксклюзив из жизни самого эпатажного шута Кремля. А, блин, сейчас я скажу. Он потерял совесть, забыл, что такое достоинство и растерял последние капли человечности. В Донбасс и на Луганщину с подачи американцев брошены армия и вооруженные группы отмороженных националистов. Российских солдат там нет, спецназа тоже нет и наших инструкторов. Когда миром правят деньги, у всего есть своя реальная цена. Он, как никто в России, знает, сколько стоит правда, угодная Кремлю. Москва против кровопролития за то, чтобы договариваться. Он продал душу дьяволу и, кажется, совсем не хочет думать о том, что рано или поздно придется платить по этим счетам. Ощущается какая-то недосказанность. На пике своей карьеры ему по праву можно было бы отвести место в известной энциклопедии – «Жизнь замечательных людей». Хотя благодаря тому количеству вранья, которое он транслирует ежедневно с экранов, самого Дмитрия Киселева следовало бы назвать «Лжедмитрием». Он не вызывает никакого доверия. Итак, «Жизнь незамечательных людей». Дмитрий Константинович Киселев в поисках самоидентификации. Идеально. Началась жизнь маленького Димы в городе Москва 26 апреля 1954 года. В детстве он играл на гитаре. Игра, да, игра. И хорошо учился в школе. Потом было медицинское училище, а позже отделение скандинавской филологии Ленинградского госуниверситета. Впрочем, ничего нового. Киселев идеально владеет несколькими языками, в том числе и норвежским. Поэтому после университета без труда устраивается на центральное телевидение СССР в норвежскую и польскую редакцию. Ну, проверить это уже не представляется возможным. Его карьера развивается стремительно. Поначалу корреспондент программы «Время». Представьте себе, в одном наперстке миллионы смертельных доз. Вот предел токсичности, известный сегодня. А это уже страшнее атомной бомбы. В начале 90-х Дмитрий Киселев уже ведущий информационные программы «Телевизионная служба новостей». Здравствуйте, в эфире «Телеслужба новостей». Поистине звездный час для него наступает в начале 90-х. Дмитрий Киселев ведущий ночного выпуска новостей на Первом канале, а с марта 95-го года после убийства Влада Листьева ведущий актуального интервью «Час пик». Но, быть может, это случайность, лишь момент? Нет, не случайность. Этой съемке без малого 20 лет. В простом свитере без особой напыщенности Дмитрий Киселев рассуждает о том, каким должен быть настоящий журналист. Удача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней – журналист или агитатор. Дальше Киселев говорит о влиянии телевидения на массы. Мы все-таки говорим о профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о «people хавает», то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошлее, еще галее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение морали и правил «people» будет хавать. Что ждет тех людей, которые примут такие правила игры в будущем, не ясновидящий, а просто ведущий Дмитрий Киселев с удовольствием предскажет. Тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи, и будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью, и вот там мы себя найдем. А ниже уже отпуститься будет нельзя. Просто невероятно, что эти слова говорит один и тот же человек. Что заставляет измениться настолько, даже спустя 20 лет. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Спустя годы он полностью поменяет свои взгляды о работе, честности и тщеславии. Ярый пропагандист Кремля, кто он сегодня? Журналист или самый высокооплачиваемый агитатор? И Дмитрий Константинович выявил себя на своем месте. Он запропонировал себя не просто как ретранслятор, а как человек, который конструирует то, что хочет Кремль. Дополняет то, что хочет Кремль. Интерпретует... 86%. Такой результат – не просто личная популярность. Это поддержка курса, способа, каким он проводится. Я бы добавил – вежливости как стиля. Он в этом плане, ну, хедлайнер. Он артист передней линии. Он мне говорил с великим пиететом про то, что он встречается с Путином, нет там с ним вечерю или обед. И для него это было что-то выше. Это в том, как ощущалась сакральность. Честный и непродажный журналист в России звучит почти как приговор. Если журналист обладает аналитическим складом ума, сильным характером и не готов променять совесть на деньги, его шансы на долгую плодотворную жизнь и творческую карьеру в России сводятся к нулю. Всех честных журналистов там, ну, мы знаем, что с ними оставалось, да, что их вбивали киллеры, вот, их забивали, рубили каликами, чем они бесследно зникали, да, эти люди. Влад Листьев, Анна Политковская, Артем Боровик и многие другие. Очевидно, что Дмитрий Киселев выбрал другой путь. Жизнь в богатстве и славе. Изменив принципом журналистики, он, как и другие, научился подстраиваться под Кремль и получать от этого баснословные дивиденды. Картинка из майданутого подсознания. Надо думать, некое суперэго тех, кто захватил сейчас власть в Киеве. Сегодня российский зритель с радостью и трепетом ловит каждое его слово. Его покровители в Кремле оценили такую популярность по достоинству. Международное информационное агентство «Россия сегодня», генеральным директором которого он не так давно был назначен за свои заслуги перед Родиной, в 2014 году получило в два раза больше отчислений от государства, чем в 2013. А это ни много ни мало, более 2,5 миллиардов рублей. Один из видатных донедавна диячев российского медиапростору в приватній разговоре зі мною сказал, что нема таких речей в цьому святі, которые Дмитро Константинович не сможет вмело интерпретировать за достатнюю награду. Это цитата не моя. Я ее воспринял как элемент в характеристике его, того, что уже с ним произошло позже. В телевизионной тусовке его не зря называют барином. Дмитрий Киселев – большой любитель путешествий, лошадей и роскошной жизни. Елена Фроляк – ведущая «Фактов» на телеканале ICTV. Она же является и главным редактором информационного выпуска новостей. Когда-то, 10 лет назад, эту же должность на телеканале ICTV занимал и скандальный русский ведущий. В Украине они какое-то время работали вместе. Он не знает итальянский, французский и там, я не знаю, там еще какие-то вина. Он в этом всему любит, он все это знает. Он, если сказать, он величезный ценитель всего европейского. Какий, роскошный, комфортный и такого, знаете, такого лакшери. Поэтому, когда в программе «Воскресный вечер» он с уверенностью говорит, что европейские санкции для него ничего не значат, мы точно должны понимать, для него это невероятный удар. Да, это, в принципе, и так видно. Но в Амстердам в ближайшее время вы не сможете поехать. Куда поедете? Да, да, да. Ну, во-первых, да, 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 Амстердам. Да, да, Амстердам. Поэтому, когда Дмитрий Костянович рассказывает, что я поеду в Якутию и буду смотреть, как там выращивают алмазы, и как их добывают, я точно знаю, потому что мы долго с ним работали, что то, что он потрапил в список людей, которым заборонен въезд до шенгенской зоны, я точно знаю, что он из этого привода очень сильно переживает. Канал, лицом которого он является, вещает 24 часа в сутки. Хватит мямлить, пора говорить, как есть. 24 часа лжи. Масса интереснейших деталей, которые стоит прямо-таки обсосать. Обвинений. Не ваше дело. И угроз. Россия не собирается это даже обсуждать. Он врет и не краснеет. Хунта, каратели – это те слова, которые сегодня просто не сходят с его уст. Это их он применяет по отношению к стране, в которой работал. Я работаю в Киеве вот уже пятый год. В стране, по которой путешествовал. В Львове мы с ним ездили, он интересен украинской культурой. И в стране, в которой нашел друзей. Тогда он был широкий, сейчас я с ним не общаюсь, я не знаю. Мне казалось, что он абсолютно широкий хотел бы в этой стране другой доли. А то, что теперь, ну, я не знаю, это двойник Кисельева. Сегодня в это сложно поверить, но Кисельев искренне любил Украину. Он слушал песни Тараса Чубая, он слушал в мову, испытывал про особенности слова «вживание», семантики слева. Он обещал, что будет учить украинский, он и учил в профессиональном спелкувании. Именно в этот период он начал работу над проектом «Украина» в поисках самоидентификации. Вот только некоторые цитаты из этого фильма. Я уже глубоко проникся украинской жизнью. Современные украинские песни не отягощены проблемами и страхами. Наверное, потому что они сами лекарства от страхов. Я не знаю, какой справедливый Кисельев. Чи тот, который был у нас, который любил Украину и помогал Украине стать европейским. Чи справедливый Кисельев, который место на месте не остается от Украины, который гонбид, который брешет, который пропагует, который циник до кончиков. Что же заставило этого человека превратиться в подобного монстра? Как говорят у нас на Ивано-Франківщине, что не делают маленькие деньги, то делают большие деньги. Это по-перше. Мы долго думали, чем же закончить сюжет об этом человеке. Решили остановиться на таком варианте. Когда Дмитрий Киселев посмотрит этот сюжет, а он, поверьте, его посмотрит, мы хотим, чтобы он вспомнил себя таким. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. Смотрите далее в «Гражданской обороне». Позор РФ. Российские дипломаты веселят европейских депутатов в пасе. Смех до слез. Российские политики на Западе все больше напоминают комиков. Вперше захинні дипломати не стримувалися, відверто глузували і рогатали з выступу Лоброва. Как россияне превратили пасе в цирк. Имперії зла больше никто не верит. Ну, мы же видим, что никто не верит в Россию. Никто не верит в их версии. Сказки. Субтитры создавал DimaTorzok